МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какая бы проблема ни появлялась в нашей жизни, если мы внимательно прочитаем Библию, мы сможем увидеть, что когда мы хотим заниматься делами Бога, тогда обязательно появляются препятствия. Нам кажется, что у нас не получится. И в тот момент, когда у нас не получается, если мы остановимся, то не сможем увидеть Диане Бога. Человек думает, что если я буду жить ради Евангелия, заниматься делами Господа Бога, стану проповедником, то у меня все будет гладко. Но на самом деле не так. Будут очень многие трудности, будут испытания, будут казаться, что не получится, что его ждет крах. И в этот момент очень важно, несмотря на положение, говоря трудно, тяжело, что ничего не получится, нужно посмотреть на сердце Господа Бога, узнать, угодно ли Ему, чтобы мы занимались этими делами. Через Библию мы должны узнавать, потому что в Библии говорится не то, о чем говорит наше положение. В тяжелом положении мы говорим, я должен стараться, я должен стараться. Но человеческими усилиями мы не сможем заниматься этими делами, потому что рано или поздно мы устанем. Однако, если мы будем смотреть на Господа Бога, и даже если дьявол говорит, что не получится, что будет крах, когда вы сделаете шаг вперед, вы сможете увидеть, как Бог помогает, вы сможете увидеть Его деяние. И мы можем увидеть это во многих местах в Библии. Например, апостол Павел хотел пойти в Рим, чтобы передать Евангелие, потому что Римская империя захватила большую часть земли, и поэтому Рим считался столицей мира. Павел написал послание к римлянам, послание к римлянам было написано до того, как Павел попал в Рим. В послании к римлянам он говорит о том, что хочет пойти и передать Евангелие римлянам. Особенно в деяниях встречается много мест, где Павел говорит, я хочу пойти в Рим, хочу благовествовать в Риме. И однажды Павел в статусе преступника направляется в Рим для того, чтобы встать перед судом Кесаря. Дьявол, чтобы препятствовать Павлу попасть в Рим, поднимает сильный ветер, и образуется такой тайфун, который невозможно понять. Знаете, как обычно образуется тайфун? Тайфун образуется у экватора. Почему? Потому что на экваторе сильное солнце, поэтому воздух и земля начинают сильно нагреваться. Воздух, нагреваясь, поднимается наверх, и образуется пустое пространство. Там образуется тайфун. И тайфун, начиная с экватора, поднимается на север и начинает слабеть. Например, если тайфун направляется в нашу страну, то доходит до острова Чиджо, он меняет траекторию и направляется в Японию. Конечно, жалко японцев, но тайфун направляется в Японию. Почему? Потому что, поднимаясь на север, он слабеет. На планете есть западные ветра. С запада ветер дует на восток. Это можно увидеть, особенно, когда мы летим на самолете. Когда из Кореи летишь в США, то западные ветра начинают толкать самолет в сторону США. И поэтому самолет летит два раза быстрее, чем когда мы летим обратно. Когда летит назад, самолет летит не через экватор, а через северный полюс, чтобы избежать встречи с западными ветрами. Поэтому нужно лететь на два часа дольше. Ветер не может находиться только в одном месте. А Павел встретился с тайфуном в Средиземном море. И в Библии написано, что 14 дней они мучились. Обычно тайфун поднимается на север и потом поворачивает на восток. Нигде в истории не встречалось, чтобы тайфун находился в одном месте 14 дней. Но что говорит в Библии? Библия говорит, что 14 дней длился тайфун, и долго не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась буря, и в конце концов исчезла всякая надежда к спасению. Павел подумал, «Все, я, наверное, погиб, но не смогу попасть в Рим». Но в 14-й день Павел встретил ангела Господнего, который сказал, «Павел, тебе належит встать перед кисарем». Что значит встать перед кисарем? Где кисарь? Он в Риме. А это значит, что он попадет в Рим. На следующий день он сказал, «Братья, Бог сказал о том, что я буду в Риме, мы потеряем корабль, но душа наша не пострадает». Действительно, корабль был разбит, но он остановился у одного острова. И знаете, когда он собирал дрова, на земле была ехидна, и ехидна ужарила его и повисла на его руке. И тогда жители этого острова сказали, «Вот, это настоящий убийца, потому что он спасся от моря, но потом его кусил змей. Бог убивает его». Но Павел снял эту змею и бросил в огонь. Там не написано, что он сел в змею. Когда Павел стоял, люди смотрели на него и думали, когда же он умрет. Потому что эта ехидна ядовитая. Люди сразу же погибают после укуса. Но интересно, Павел продолжал стоять. Если бы они не увидели, как ехидна ужарила его, тогда они могли подумать, что он укололся от дерева, но они точно видели, как у него висела на руке змея. И поэтому они начали называть Павла Богом. И все жители этого острова, они говорили, что он Бог. И глава этого острова был Публиа. И отец этого Публиа лежал и страдал горячкой. И Павел вылечил его. И таким образом, путь к Криму был открыт. И об этом написано в 27 и 28 главе Деяния. Смотрите, когда мы читаем Библию, дар Божий есть с одной стороны. И мы должны подстраиваться под него. Когда я читаю Библию, я очень много говорю через 8 главу Евангелия от Иоанна. Там рассказывается о женщине, взятой в прорубодиане. Женщина, взятая в прорубодиане, ее должны были побить камнями. В этот момент она встретилась с Иисусом. Она встретилась с Иисусом. Книжники и фарисеи сказали, «Это женщина, взятая в прорубодиане, давайте поведем ее к Иисусу». Иисус сказал, что Он любит грешников. Он скажет побить камнями или скажет, чтобы не побивали камнями? Они их ждали. Чтобы Иисус сказал один из этих двух ответов. Если Он скажет не побивать камнями, тогда, получается, Он не любит грешников, потому что Он говорит побить камнями. Если же скажет не побивать камнями, тогда скажем, что Он идет вопреки закону Моисея. Смешно. Сейчас человек пытается загнать Бога в ловушку. Как такое может быть? Они говорят, «Учитель, это женщина, взятая в прорубодиане. Моисей заповедал в законе побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Иисус писал перстом на земле, потом встал. Он открывает уста, и всем было любопытно, что же Он скажет. Особенно женщина, взятая в прорубодиане, она смотрела на Его уста, потому что в зависимости от Него слов определяется Его жизнь или смерть. Но Иисус не говорит побить или не побить. Он говорит, «Побейте!» Но говорит, «Кто из вас без греха, пусть первым брось в Нью камень». А кто из них был без греха? Все имели грех. Только что все говорили, «Вот, эта женщина взятая в прорубодиане, ее нужно побить камнями». Такие люди, когда они поняли, что они грешники, им стало стыдно. «А у меня ведь тоже есть грех, а я осуждал ее». И поэтому все опустили тихо камень и начали уходить. И хотя многие камни должны были полететь в ее сторону, но поскольку Иисус защитил ее, ни один камень не полетел в ее сторону, и все упали на землю. Именно поэтому мы должны научиться прятаться за Иисуса. Тогда мы сможем сберечь себя от десяти тысяч проклятий, бедствий. И затем, когда все ушли, никого не осталось. Остался только эта женщина и Иисус. Иисус говорит ей, «Где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Она посмотрела по сторонам и никого не видит. Иисус говорит, «И я не осуждаю тебя, иди, впредь не греши». И отпускает ее. Смотрите, здесь есть очень важный момент. Иисус говорит, «Иди, и впредь не греши». Иисус говорит, «Иди, и впредь не греши». Но если Иисус говорит, значит, Иисус делает все для того, чтобы она могла не грешить. Не нужно стараться не грешить. Знаете, я человек, который читает Библию. Конечно, я не всегда читаю Библию. Иногда я прочитаю какое-нибудь слово, например, про Ноя, как он строил ковчег, как животные вошли в ковчег. Я запоминаю это слово, а затем, когда мою волосы, я начинаю размышлять над словом. Интересно, как он строил ковчег? Или когда ем, начинаю размышлять над словом. Когда иду по дороге, размышляю над словом, которое я читал. Так вот, эта женщина, я подумал о ней. Мне очень хотелось войти в ее сердце. Конечно, я не могу посмотреть в ее душу, но через Библию мы можем узнать, что у нее было на душе. Я подумал, когда она прелюбодействовала, ее душа была заполнена пухотью. Знаете, что руководит вашим телом? Ваша душа руководит нашим телом. Но наши мысли, мысли Господа Бога, мысли дьявола, они борются между собой и то, что сильнее всего начинает овладевать нашей душой. Эта женщина посмотрела на какого-то человека и подумала, он такой красивый, как было бы хорошо, если бы я могла провести вместе с ним время. Пухоть начинает переполнять ее душу. Когда появляется запахотливая мысль, она в то же время начинает думать, нет, нельзя прелюбодействовать, если я буду прелюбодействовать, меня могут побить камнями. Эти две души начинают бороться друг с другом. Одна душа говорит, все нормально, это же тебе приятно. но с другой стороны она начинает думать, что, как такое может быть, нельзя. Но, в конце концов, ее поймали ведь. Смотрите, ее должны были побить камнями. Когда она прелюбодействовала, ее душа была наполнена пухотью. Затем ее душа меняется. Это женщина, взятая в прелюбодьяни, нужно ее убить. Многие люди взяли в руки камни. Это грязная женщина, ее нужно побить камнями. В этот момент ее душа наполнилась страхом, отчаянием. Она думала, что, все, я умру. Но, когда она встретила Иисуса, Иисус сказал, кто из вас без греха первый бросит на нее камень? Что это значит? Все разбежались, потому что Иисус спрашивает, где твои обвинители? Я не ослаждаю тебя. иди в предние греши. Когда Иисус отпускает ее, ее душа уже наполнена благодарностью. Эти камни должны были полететь в ее сторону. Ее голова, мой нос, все должно быть разбито. Но я спасена. И теперь, когда ее душа наполнилась благодарностью, она уже не может грешить. Если благодарность в душе есть, как эта похоть может быть в душе, когда у молодых людей, у которых родители разведены, которые выросли под воспитанием отчима или мачехи, у них в душе есть страдание и боль. Но из-за этого они пьют, если им сказать, не пей, не играй в компьютерные игры, не употребляй наркотические вещества, это не будет им помогать. Нужно дать хорошее. Нельзя говорить человеку, который пьет, не пей, а нужно дать лучше, чем алкоголь. Тогда он само собою перестанет пить. Хочет, не хочет, он перестанет пить, понимаете? Моя внучка, она в последнее время очень полюбила овощи. Когда мы едим вместе, мой сын, потом мои внуки, мы вместе едим, знаете, она не прикасается к мясным продуктам. Она говорит, что ей нравятся овощи и говорит, что овощи есть особый вкус. И этот вкус намного вкуснее, мясо. Поэтому, когда я еду в Америку, мой сын говорит, Сон Йонг, наша дочь стала красивой, и она чувствует большое счастье. Смотрите, Бог сказал Ною, лукавое сердце человеческое и крайне испорчено. Я буду судить мир водою, а ты из дерева сидим, сделай ковчег. Знаете, когда я был в Америке, кто-то на основании Библии сделал музей, подобный ковчегу. И мы с хором Грачес проезжали мимо этого музея и решили посетить. И знаете, так красиво, очень красиво и большое. Если сказать Ною, готовить это самому, я думаю, это было невероятно очень сложно, но когда Бог помогает ему, было очень просто. Я в Лос-Анджелесе есть наша церковь. Когда мы ее покупали, мы купили за 860 тысяч долларов. Но поскольку она была уже устаревшей, я сказал миссионеру Ан, давайте продадим этот молитвен за 7 миллионов. Мне кажется, за 7 миллионов мы можем продать. Купили за 860 тысяч долларов. Я сказал, давайте продадим за 7 миллионов и купим землю за 3 миллиона и за 4 миллиона построим здание. Он сказал, хорошо. И мы хотели продать молитвенный дом, и вдруг отменили коэффициент подкрытия. То есть, это коэффициент, который позволяет строить до какого-то уровня здания. И тут его отменили. Так что можно строить здание до 50 этажа, до 60 этого. И поэтому мы это здание купили за 860 тысяч долларов, а я сказал, давайте продадим за 7 миллионов. А он продал за 17 миллионов 100 тысяч долларов. И поэтому, когда мы продали наш молитвенный дом, сразу цена упала на землю. И в Спрингфилде мы хотели купить там здание. И пастор Ан Джон Хо он служитель наш, но мне кажется, он самый талантливый в покупке земли. И в Спрингфилде он знал, что есть один институт, который продается. И 4 года назад он узнавал, и этот институт стоил очень дорого. Поэтому он оставил ту идею. А сейчас цена упала в два раза. Когда мы работаем, 84 тысяч служителей получили спасение. За неделю мы передавали Евангелие, и они получили спасение. Но теперь надо учить, как жить по вере, как передавать слово, как освободиться от дел закона. Но когда мы хотели купить место в Корее, если, например, тысячу служителей пригласить на месяц в Корею и тренировать их, тогда в году получается 12 месяцев, два месяца у нас мероприятие. Тогда получается, что в год мы можем тренировать по 10 тысяч служителей. Но спасение получили 84 тысяч служителей. Это получается 8 лет понадобится как минимум. Это слишком долго. в этом молитвом доме также нельзя тренировать служителей. Поэтому когда мы были на острове Чичу, да, я видел землю. Там 3 квадратных метра стоит где-то тысячу долларов. И думал, что за 3 миллиона долларов мы сможем купить 1 гектар земли. Я хотел там купить землю, а пастор Ан позвонил мне, говорит, пастор Пах, здесь есть такая земля, может купить? Знаете, я не мог поверить его словам. Поэтому я сказал, это очень хорошо, давайте купим. И мы купили это здание в прошлом воскресенье, а после собрания я полетел в Америку, и там тоже получается первая половина дня, поэтому провел второе воскресенье собрание, и вечером я полетел в Спрингфилд, лег спать, а рано утром я проснулся и смотрел этот институт, там очень хорошо. Знаете, слезы появляются у меня на глазах. Почему? Потому что у меня не было ничего, что я хорошо умел делать, но я подумал, что же Бог хочет в наше время? В Библии написано, проповедано быть во имя Его покаяния и прощения грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. На сегодняшний день очень многие проводят покаяние, но остаются грешниками. Я подумал, почему в Библии говорится о покаянии и прощении грехов? Да, то есть, когда я признаю мое зло и получаю прощение грехов, так должно быть во многих церквей, не только в Корее. По всему миру они проводят покаяние, но почему-то остаются грешниками. Покаяние, но грешники. Я читал Библию, и Библия точно говорит о покаянии и прощении грехов. Если ты каешься, то должно быть прощение грехов. В Библии написано, что наши грехи омыты навсегда, но потому что люди остаются грешниками. Они говорят, мы же грешим, поэтому мы грешники. Но в Библии, когда я подробно искал, особенно в послании к евреям, очень подробно об этом написано. На сегодняшний день большинство корейских церквей не пользуются словом, которое написано в послании к евреям. Я не видел людей, которые сейчас бы проповедовали через послание к евреям, или писали бы книгу через послание к евреям. Они говорят, что это слишком сложная книга для них, а для меня же это самая простая книга. Знаете, евреи, читая мою книгу, говорят, скажите, пастор Ухсупак, он кореец? Говорим, да. Тогда они говорят, как кореец может знать лучше о законе, о жертвоприношении, лучше, чем людей? Я сказал, это смешно. Иудеи узнали об этом через Библию, и хотя я кореец, но тоже через Библию я очень подробно изучал, как приносилось раньше жертвоприношение. Тогда иудей говорит, тогда это, сказал, Иисус является мессией, и таким образом можно получить спасение. Однако иудеи не признают, что Иисус является мессией. Если мы сможем действительно доказать, что Иисус является мессией, тогда иудеи легко смогут получить спасение, что Иисус является агнцем Божиим, и как в Библии написано, Иисус родился девой и умер за наши грехи. Когда мы передаем Евангелие, есть многие противники, которые осуждают нас, есть многие люди, которые говорят, что мы плохие. Когда мы были в Гонконге и проводили семинар, один человек начал осуждать нас. Он говорит, что у нас даже нет покаяния, нет молитвы, что у нас даже не десятины. И он собрал представителей церквей Гонконга, и там о нас начали говорить плохое. Они думали, что мы не придем, но наш пастор Гонконг пришел. Они начали обвинить нас, говорят, что у нас нет покаяния. Потом наш пастор встал и сказал, я пастор из Месси Гуньо, можно я тоже выступлю? Сказали, да, конечно. Потом он спросил, вы читали книгу пастору Супака, которая называется «Покаяние и прощение грехов?» Нет. Как пастор мог написать книгу «Покаяние и вера», если бы он сам не каялся? Но покаяние, которое мы понимаем и покаяние, которое вы понимаете, оно отличается. Да, вы грешите, потом просите прощения, грешите, потом просите прощения, и это повторяется, повторяется. Но покаяние, о котором говорится в Библии, это не признавать, что я согрешил, прелюбодействовал, обманывал. Это всего лишь плоды греха. А что является истинным покаянием? Это признать, что сердце мое, оно скверное, и что оно может давать негативные и злые плоды. Я не должен обманывать, я не должен прелюбодействовать. Не надо себя так настраивать. А нужно просто признать, что все мысли, которые у нас есть, они злые. Бог говорит, кто хочет следовать за Мною, оставит себя. Если есть истинное покаяние, если я грешу, я снова каюсь. Это не является истинным покаянием. Нужно оставить себя. Библия говорит нам, что нужно оставить себя. Библия всегда говорит нам так. Именно поэтому, не просто мы должны каяться, говоря, Бог, прости меня. Когда я смотрю на себя, например, есть дерево хурма, и там появились колючки. Не колючки нужно отрезать, нужно полностью это дерево отрубить. То же самое, в моей душе всегда дьявол дает злые мысли, греховные мысли. Именно поэтому все мысли, которые от меня появляются, нужно отрицать и принимать слово Господа Бога. Когда я смотрю, я точно грешник. Но если я не оставлю свои мысли, тогда я точно буду верить, что я грешник. Но если я оставлю мои мысли, тогда я могу принять слово Иисуса Христа, который говорит, что мы оправданы. Это есть покаяние. Да, я признаю, что все мысли мои, это греховные мысли. И когда я принимаю истинное слово Господа Бога, да, в моих мыслях я грешник. Но Иисус говорит, что Он оправдал нас. Значит, я не могу принимать и мои мысли, и слово Иисуса Христа. Тогда мы не сможем вести духовную жизнь. Именно поэтому очень важно, кто прав, Иисус Христос или же прав я. Иисус Христос прав. А мои мысли отличаются от мыслей Господа Бога. Поэтому я тогда должен их оставить. Это есть истинное покаяние. Это есть оставить себя. Значит, с того момента, независимо, какие у меня мысли появляются, я начинаю понимать, что эти мысли неверны. Знаете, некоторые люди приходят ко мне и говорят, что им тяжело вести духовную жизнь. Тогда знаете, что я говорю? Скажите, сестра, вы замужем? Они говорят, да. Вы можете отличить своего мужа от других мужчин? Они говорят, конечно, это легко. Вот именно. Кто скажет, да, мужу своему, ты спокойно приходи. Да. Муж, она может отличить мужа от других мужчин. Я его жена. Женщина, которая не может отличить мужа от других мужчин, это плохая женщина. Мы тоже должны отличать этим Библия, что говорит. И мои мысли, они соответствуют или не соответствуют? Мои мысли отличаются. Я не буду принимать мои мысли. Я буду верить только в Слово Иисуса Христа. Не важно, какие мысли будут у меня появляться, я буду верить только в Слово Иисуса Христа. Да, в моих глазах мне кажется, что я грешник, но Иисус, если говорить, что он направил, значит, мы правильнее. Вот что такое вера. Понимаете это? Именно поэтому с того момента Иисус Христос живет в нас и начинает действовать. Но эта душа, которая была у нас, мы теперь выбрасываем, и святую душу Иисуса Христа мы должны принять. Знаете, почему не получается вести служение? Например, когда женщина выходит замуж, да, если мой муж умрет, я пойду за ним. Да? А другие мужчины, уходите от меня. Однажды я смотрел фильм, который называется «Вейсальская история». И был один человек, который очень хорошо стрелял с пистолета. Противник не успевал доставить пистолет, как он стрелял. Он был боссом бандитской группировки. И он женился на очень красивой девушке. Эта девушка была очень мудрой. Она говорит мужу, «Дорогой, конечно, сейчас ты не встретил себе человека, который быстрее тебя. Но я беспокоюсь, потому что точно может быть человек быстрее тебя. Тогда я стану вдовой». Рано или поздно появится человек, который будет быстрее тебя. «Именно поэтому, если ты меня любишь, пожалуйста, оставь это. Давай будем заниматься другим делом». Она в слезах просила его, выслушав ее. «Да, она права. До сих пор я был быстрее всех. Я достаю пистолет, когда противник даже не успевает достать». Брат Пак Чонг Чин, он тоже говорит, что его кулак был очень быстрым. И другие даже не успевали его ударить. Его кулак был очень быстрым. Он всегда бил раньше, чем противник, поэтому всегда одерживал победу. Он видит, как тот человек хочет поднять кулак, а он сразу же бьет. Герой этого фильма, он поменял свою душу. И в деревне он начал заниматься фермой. Однажды были дела у него в городе, и он ушел. Тогда один хулиган пришел к ним и начал соблазнять ее. «Вы такая прекрасная. Я из-за вас даже не мог ночевать. Я вас люблю». Она улыбнулась и говорит, «Почему вы только сейчас мне об этом сказали? Я не знала, что вы меня любите. Ой, хорошо, что вы любите меня. Скоро придет мой муж. Вы подробно ему расскажите, как вы меня любите. Я уверен, что мой муж обрадуется. Вы подождите чуть-чуть, он скоро вот-вот и придет». И тогда этот хулиган, понимая, что если придет ее муж, тогда он погибнет, поэтому сказал, «Ой, я пошутил» и сразу же убежал. «Эта женщина очень мудрая». Я смотрел этот фильм. Так было мне интересно. Смотрите, ты не можешь победить Иисуса. Мы, если верим в Иисуса, мы должны стоять на стороне Иисуса. Когда я смотрю, я грешник. Но Иисус говорит, что я праведник, значит, я праведник. Да, если до сих пор мы говорим, что мы грешники, значит, наша душа отличается от души Иисуса Христа. Если мы говорим, что мы грешники, это значит, Иисус Христос не смог очистить наши грехи на кресте. Это значит, что мы пренебрегаем Иисусом Христом. Это значит, Иисус, ты провалил свою миссию. Сегодня я говорю о Нойе. Я подумал, как он сделал ковчег. В Америке, когда строил Empire State Building, говорят, за 13 месяцев смогли его построить. Я был очень сильно удивлен. На то время даже не было аппаратуры, хороших инструментов, чтобы строить. Мудрость людей того времени, они были очень мудрыми. Пока они служили Господу Богу, Господь Бог давал им мудрость. За короткое время они превратили Америку в сильнейшую державу. До сих пор, пока вы жили своими мыслями, вы не видели. Но когда вы освободитесь от ваших мыслей, когда войдете в мир Господа Бога, вы сможете узнать сердце Господа Бога, и вы сможете увидеть, насколько вы ошибались. Те люди, которые находятся под влиянием своих желаний, если они войдут в дом Господа Бога, вы сможете видеть уже душу Иисуса Христа. Знаете, конечно, я не всегда, но когда читаю Библию, порой бывает, что я читаю своими мыслями. Я злой, я грязный, скверный. Если я буду следовать за своими мыслями, я погибну. И когда я оставляю свои мысли, и когда сердцем Иисуса Христа читаю Библию, тогда я вижу совсем другой мир. Бог сказал Ною построить ковчег. Затем, что говорит он? Приди всех животных по парам. Ной начинает думать. Да, привезти несколько животных? Да ладно. А как привезти тигра? Как льва привезти? Их же нужно привезти живыми, верно? И мужского пола, и женского пола. Он думал, что же делать, когда я прочитал Библию. Как написано в Библии? Даже из птиц небесных по семье, мужского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли. Ибо через 7 дней я буду изливать дождь на землю 40 дней, 40 ночей, и истреблю все существующее, что я создал с лица земли. Ной сделал все, что Господь поверил ему. Ной же был 600 лет, как потоп водный пришел на землю. И вошел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его, и с ним в ковчег от вод потопа, и скотов чистых, и скотов нечистых, так же и из птиц небесных, по семье мужского пола, женского, чтобы сохранить племя для всей земли. Ибо через 7 дней я буду изливать дождь на землю. Смотрите, даже одинаковые люди, но те люди, которые принимают Слово Господа Бога в свое сердце, то Слово Господа Бога начинает вести меня. Но даже находясь в одном зале, те люди, которые следуют за своими мыслями, они следуют за своими мыслями, потому что их мысли отличаются от Слова Господа Бога. Одинаковые животные, одинаковый лев. Но один лев по сердцу Господа Бога приходит в ковчег. Понимаете? О, тут приходит тигр. А что, если этот тигр всех животных есть? Ну, как будто там написано имя, они сели на свои места и ждут. Ведь так в Библии написано, что все они пришли. Нам кажется, что мы должны положить в ковчег тигра, льва, жирафа. Но Бог всех привел сам. Он проводил форум христианских лидеров. Пастор Пау Генгук, проводя форум христианских лидеров в Америке, он передавал Евангелие. Двое молодых из другой церкви пришли в церковь в Нью-Йорке. Они услышали слово, потом сказали, мы хотим ходить в вашу церковь. Пастор Пау Генгук подумал, мы будем заниматься большим делом. Если братья и сестры той церкви будут приходить к нам, тогда пастор той церкви закроет перед нами душу. Поэтому сказал, не нужно ходить сюда, ходите в свою церковь. Если кто хочет получить прощение грехов, я объясню, но оставайтесь там. Интересно, пастор той церкви, они узнали об этом и сказали, ничего себе, миссия Гуднёс. Они даже, если братья наши хотят прийти к ним, они говорят, не приходить. Они не забирают наших братьев-сестер, и они открыли свою душу. А, миссия Гуднёс не собирается забирать наших братьев-сестер. И после этого, когда мы проводили Рождественскую кантату, с 7 часов начинается концерт, а 2,5 часов длится кантата, а пастор Паган Гук, он начал ходить к служителям и говорить им, сегодня будет Рождественская кантата, мы дадим пасторам самые лучшие места, но приходите в 5 часов к нам. И 2 часа до 7 я вам передам Евангелие о упрощении грехов. Вы послушайте, потом дадим ужин, и кто хочет, может участвовать на концерте. И где-то приходят 50 человек, а если много, то 200-300 человек приходило на собрание служителей. 2 часа им передавали слово, и они были очень впечатлены. Им нравится и кантата, конечно, но больше нравится слово. Все открыли свою душу. И теперь в Нью-Йорке сейчас сезон Пасхи, и знаете, в каждую церковь ходили, чтобы показывать пасхальную кантату. Люди очень сильно потрясены. И они открывают душу после того, как они понимают Евангелие. Они говорят, до сих пор я был не настоящим пастором. Братья и сестрам служители говорят, что как они получили спасение в Миссии Гунь-Ньюс. Они говорят, давайте я приглашу пастора из Миссии Гунь-Ньюс, давайте сейчас мы послушаем слово их. И многие служители пришли и услышали Евангелие. Господь Бог, Он совершает такое драгоценное и удивительное дело. То, о чем мы даже не могли мечтать. Знаете, когда я передаю слово, они говорят, как вы можете так легко пояснять Евангелие? Для них это так тяжело, несколько лет понадобится, а вы, пастор, за час передаете Евангелие. Я говорю, если вы будете точно знать, будет вам тоже легко, а если не знать, будет тяжело. Если вы будете знать, то это очень просто на самом деле. Люди, чтобы получить прощение грехов, они так стараются. Люди, чтобы получить прощение грехов, они поднимаются на гору, молятся. Но нигде в Библии не написано о том, что молитвой мы можем получить прощение грехов. Только кровь Иисуса Христа может очистить наш грех. Но дьявол так нас исхустил, что мы думаем, что в нашем старании мы можем получить прощение грехов. Кровь Иисуса Христа уже нас сделала правильными святыми. Те люди, которые говорят, что мы говорим ересь, они говорят так, потому что не знают о нас. Если они нас послушают, то они поймут, что то, что мы передаем, это действительно истина. Господь Бог хочет, чтобы по всему миру передавали Евангелие. Особенно мы приглашаем пасторов, эпископов, представителей союзов из разных стран. И они говорят, чтобы мы тренировали служителей их союзов. Поэтому в прошлом году наши старшие служители, они практически не были у себя в церкви. Они в воскресенье передают слово потом вечером уезжают за границу и в субботу возвращаются. И знаете, многие церкви хотят служить Богу вместе с нами. Из Принфилде мы купили здание и ровно с мая мы начнем тренинг служителей. И Господь Бог, я уверен, что обрадуется, потому что это покаяние и прощение грехов должно быть проповедовано во имя Его по всему миру начнется Иерусалима. И на сегодняшний день есть покаяние, в котором нет прощения грехов, то есть покаяние, в котором грех остается в отличие от того, что написано в Библии. Именно поэтому мы передаем эту истину. И тогда они понимают, мы получили спасение, но дьявол нас искусил, и поэтому мы думали, что мы грешники, но Библия говорит, что мы праведники. Однажды я был в Теджоне, и один брат привел свою маму, которая называла нас сектой. Привел ее на город Эдук, где проходила конференция, но этот брат подумал и схитрил. Мама, давай поедем на гору. Его мама обрадовалась и пошла на гору. Ехала вместе в машине и думала, что едет отдыхать, но приехала на гору Дедог. Она видит, что здесь люди собираются. Она сказала, что это такое? И она начала злиться. Цель сказал, мама, ты уже сюда приехала, давай ты с пастором Паком встретишься. Она сказала, хорошо. Ты думаешь, я не смогу встретиться с пастором? Она встретилась со мною. Я говорю ей, вы думаете, что вы грешница? Она говорит, конечно, я грешница, только такие иеретики, как вы, говорят, что праведники. Она старше меня возраста. Знаете, я прочитал ей слово. Исайя 53 глава, 6 стих. Все мы блуждали, как овцы, и совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Точно здесь написано, что Господь возложил на него грехи всех нас. У нас уже нет греха, верно? Я у нее спрашиваю, у вас все равно есть грех? Она говорит, конечно, есть грех, только такие иеретики, как ты, говорят, что нет греха. Я снова прочитал слово. Затем спрашиваю, вы все равно грешница? Она говорит, да, я же говорю, что мы грешники. Я спрашиваю, почему вы не верите в Библию? Она говорит, как это я не верю в Библию? Только такие иеретики, как ты, не верят в Библию. Посмотрите внимательно, что говорится в Библии. Она прочитала и удивилась. Я спрашиваю, вы все равно грешница? Она вдруг закрыла уста с твоей. В тот день ей было 84. Она получила прощение грехов. Я поехал в Тейджон и встретил ее невестку, спрашивая, как она поживает. Говорит, хорошо. Из-за того, что у нее плохое здоровье, она сейчас проводит время дома. Она приглашает к себе знакомых и через Саю, 53 главу, 6 стих, она спрашивает, Иисус забрал все наши грехи или нет? Посмотри. И передает Евангелие. Она живет очень радостной и драгоценной жизнью. Мы долгое время, очень долгое время были под искушением дьявола. Мы думали, что говорить, что мы грешники, это есть скромность. Но еще что есть? Дела Божьи делает Бог. почему дьявол говорит нам, как будто у нас не получится, нас ждет провал. Но вы знаете, занимаясь делами Евангелия, у меня тоже было много моментов, когда казалось, что не получится, что будет тяжело. Дьявол давал такую душу. Но, когда я читал Библию, как я могу привезти льва в ковчег? Меня может слезть этот лев. Как я могу пантеру привезти в ковчег? Кажется, что это невозможно. Но Слово Господа Бога совершает Бог. Поэтому тигры и львы или бегемоты Бог сделал так, чтобы они смогли прийти. Дал их душу. Тогда лев тихо вошел и заходит в свою комнату спокойно никого не съев. Нельзя же до никого сесть. То же самое и волки и даже гены. Именно поэтому если это воля Господа Бога, проповедано быть покаянием и прощением грехов, это есть воля Господа Бога. Именно поэтому мы передаем именно такое Евангелие. Мы начали с маленького. Сначала нам казалось, что не получится, и нас называли сектой, но теперь мы же практически во всех странах мира передаем Евангелие, и главы союзов получают спасение и удивляются. В прошлый раз мы три месяца тренировали служителей. Один пастор подошел ко мне и говорит, пастор, знаете, и моя жена пастор, и мой сын пастор, можно чтобы я привел свою жену и моего сына, чтобы они тренировали здесь? Он искренне просил меня. Один пастор, который вернулся в Уганду, он собрал свою церковь, многих служителей, и сказал мне, пастор Пак, мы не можем купить билет в Корею, потому что у нас нет денег. Можете ли нас учить здесь? Мы готовы предоставить здание, мы можем все сделать по всему миру. Открываются двери Евангелия. Именно поэтому они, слушая Евангелие, которую мы передаем, получают прошение грехов, да, я получил прошение грехов, они поют такие гимны. Вы представляете, как это радостно Иисусу Христу? Раньше только устами говорили, дивный день, дивный день, когда Христос очистил мои грехи, а потом молились проша, чтобы Бог просил их грешники. Так раньше они жили, а теперь они действительно говорят, о, радостно, о, дивно, Иисус очистил мои грехи не только устами, но именно в душе у них есть эта радость. Господь Бог, я уверен, что радуется этим, и Он получает славу за это. Мы сейчас занимаемся делами, проводим библейский семинар, международный лагерь, майн-лекции, форум христианских лидеров, хор Гращес. Не просто так мы проводим все это, а это все для того, по которому Бог ведет, что мы проверяем, подходит ли это по Библии, не отличается ли от того, что говорит Иисус Христос, угодно ли это Господу Богу, мы проверяем. Давайте всем сердцем теперь будем служить Евангелию. Ради Евангелия мы будем отдавать себя и средства и нашу жизнь давайте отдадим. Хотя мне кажется, что я погибну, но я все получаю Господу Богу и тогда я вижу, как Господь Бог действует. Но вечером вместе с тремя сыновьями и своей женой и их женами они говорят, вы видели сегодня тигр приходил? Было страшно, но тигр сел на свое место так интересно. Как тигр мог так поступить? Сын говорит, Отец, ты услышал Слово Господа Бога и хотя все говорили, что дождя не будет, они точно не знают, просто принимают свои мысли. Они не могут доказать, что не будет дождя. Господь Бог говорит, будет дождь, значит будет дождь. Из-за этого ссорились, ругали иноя. Но Отец, теперь ты передал нам Слово Бога, поэтому мы смогли спастись. Знаешь, когда моя жена была у своих родителей, она попала под искушение, но она видела, как Бог действует в тебе, поэтому открыла свою душу. Отец, спасибо тебе за то, что ты вел нас сегодня. Все мои друзья, я хочу, чтобы они пришли в Ковчег. Было бы хорошо, если бы хотя бы один из них вошел в Ковчег. Мне страшно, что они могут все погибнуть во время потопа. Знаете, красивые дома в этого мира, коттеджи, сады, фермы. В этом мире есть многое. Но для Ноя этот красивый дом уже не красивый дом, потому что он будет унесен потопом. Красивый сад – это хороший сад. Там очень хорошие фрукты, очень сладкие фрукты, очень хороший сад и ферма. Да, хорошая ферма. Но для Ноя хороший дом, хороший сад, хорошая ферма. Все это для Ноя то, что будет унесено потопом. Для Ноя остается только обещание Господа Бога. Именно поэтому жизнь Ноя полностью отличалась от жизни других людей. Братья и сестры Гогнамской церкви, я хочу, чтобы вы имели обещание Господа Бога, которое не можем увидеть глазами. У нас есть Евангелие. Именно поэтому, неважно, как я живу, хорошо или плохо, но если я могу передать Евангелие хотя бы одному человеку, то ведь это будет так радостно Господу Богу. Многие люди говорят, что они грешники и так страдают, но Бог говорит, люди, я же через Иисуса Христа очистил ваши грехи, и Бог хочет сам сказать нам это. Но давайте теперь мы будем благовестствовать об этом, о том, что Иисус Христос очистил наши все грехи. Тогда я верю, что Иисус Христос даст нам безграничное благословение. Знаете, я ничего не умел делать, но когда читал Библию, Иисус Христос очистил все мои грехи, это я смог обнаружить. Сначала я рассказал об этом моей сестре, сестра, знаешь, я получил прошение грехов, как Иисус Христос очистил на кресте все мои грехи, как я стал праведным. Но моя сестра сказала, уксу, слушай, это неправильно. Даже пастор нашей церкви говорит, что он грешник. пресс-фиктор говорит, что он грешник. А ты еще совсем молодой. Как ты можешь сказать, что ты праведник? Ты что такой высокомерный стал? Мы тогда ругались с моей сестрой, но спустя год моя сестра получила прошение грехов. И в конце мой отец получил прощение грехов в том году, когда мой сын родился, то есть в 1974 году. И в том году отец умер. Я был очень благодарен Богу за то, что за три дня до смерти отец вырвал кровь. У него была язва желудка. отец растерялся в тот день. Я передал Евангелие отцу. И отец получил спасение три дня. Не тот отец, которого мы знали. Он был совсем другим. Он начал говорить, чтобы приглашали к нему друзей. Когда я приглашал его друзей, то отец говорил им, друзья, я верю в Иисуса Христа, которого верит отец Инсук. Нам было так хорошо здесь. Давайте я пойду в Царство Небесное и займу хорошее место. И вы тоже поверьте в Иисуса Христа и давайте будем вместе жить в Царстве Небесном. Так отец передавал им Слово. Знаете, мы видели, как наш отец изменился. Он оставил ту душу, которая была у него и принял Слово Иисуса Христа. Он оставил свой опыт, свою мудрость, свои знания, и за три дня до смерти он даровал нам огромное счастье и пошел в объятие Господу Богу. Когда отец умер, я не плакал. Мой старший брат он поздно прилетел из Японии, поэтому огорчился. Он говорил, я такой плохой сын. А я говорю, я хороший сын. Почему? Действительно хороший сын, который позволил отцу пойти в Царство Небесное. Верно? Самое главное, что мы можем сделать родителям, это позволить им пойти в Царство Небесное. это самое лучшее, что мы можем дать нашим родителям, нашим детям. Богу это угодно. Не делайте ошибки. Что это я делаю? Да, у меня уже нет опыта. Не доверяйтесь своим знаниям. Бог будет помогать. Как тигр может войти в ковчег? Как построить ковчег? Да, многие переживания может приходили к ною, но это воля Бога. Господь Бог совершит сам свою волю. И действительно, тигр сам идет к ковчегу. Верно? В тот день, вечером, Ной и его семья, все очень были благодарны и радовались, когда начался дождь, с одной стороны, есть благодарность, с другой стороны же, жалко, потому что те люди, те друзья, которых я приглашал, они смеялись. Мой дядя смеялся надо мной. Как же жалко их. Именно поэтому давайте оставшуюся нашу жизнь мы будем посвящать для того, чтобы передавать это Евангелие. Я занимался только делами Евангелия и в будущем буду передавать Евангелие, рассказывать об Иисусе Христе и радовать Господа Бога. Именно такую жизнь я хочу жить. Давайте мы одним сердцем будем передавать Евангелие до края земли. Если у вас есть возможность, приезжайте в Спрингфилд и те места, где есть наши служители. Наши старшие служители всегда находятся за границей. Вы вместе с ними ездите за границу и также свидетельствуйте. И тогда я уверен, что Господь Бог будет получать славу через наши свидетельства и наши родственники и наша семья может получить спасение. Господь Бог обязательно будет помогать вам. Я никто ничего не мог делать, но Господь Бог очень много сделал для меня. Также я уверен, что Господь Бог хочет у вас действовать. Не нужно говорить, ой, я уже старый. Хорошо? Не думайте о таком. Давайте будем жить жизнью, которая радует Господа Бога. Тогда Бог благословит нас. субтитрыにな . . . . . Субтитры создавал DimaTorzok